Лена Ворнова, писатель-эзотерик, она открывала первую конференцию и открывает уже юбилейную пятую, с успехом тебя с этим. И после доклада «Зачем людям инопланетные технологии?» Лена разыграет одну из своих книг. Поэтому готовьте номера свои, все только начинается. Так как меня представили, уже не буду много всего говорить, сразу перейду к теме. Тема у нас очень интересная сегодня. В свое время, когда только-только открыла школу уроки ангелов, сначала школа ангелов у нас называлась, потом уроки ангелов, и мы начинали с такой интересной, с моей точки зрения, темы не разобранной. Это с момента, так немножко кому-то стыдно, наверное, станет, с момента зачатия до момента рождения, и с момента рождения до 7 лет. Вот есть два совершенно уникальных таких периода, когда мы с вами как раз изучаем технологию жизни на планете Земля. Мы изучаем, мы это все познаем. Потом, позже, происходят циклы. Мы повторяем эти все истории. И вот я начала спрашивать. И так как у меня есть маленькая такая странность в моей жизни, однажды ко мне пришли голоса, я начала их слышать. Чтобы не сойти с ума, вы, наверное, все тут находящиеся когда-нибудь в своей жизни слышали какие-то такие всплески, либо мысли, формы, которые ярко звучали, вы понимали, что это не ваше. Это у нас у всех. Это было обязательно. Просто на Земле сейчас нет ни одного человека, у которого этого не было. Если что, забыли. И когда я их начала слышать, я начала делать все для того, чтобы перевести это в мирное русло. Первые 40 дней была катастрофа в том, что меня учили плохому. Пойди туда, сделай то, ударь по башке тому. Извините, я сейчас буду иногда грубые слова говорить. Но это все закончилось очень хорошо. И закончилось тем, что я поняла, надо это перевести в мирное русло. Можно, конечно, от этого отказаться навсегда, остаться нормальным человеком, пойти в больничку, откололи, чтобы... А можно оставить это в качестве такой подпитки, в качестве истории, когда ты можешь ловить информацию из той самой новой сферы, которую нам рассказал, про которую сказал нам профессор Вернадский. И вот я начала ловить. Ловить сначала начала, очень долго пряталась от людей. С 2004 года до 2012 пряталась. Потом начала потихонечку выходить в эфир. Потом, позже, в 2018 году, мы, кстати, ровесники с конференции «Непознанные», мы как раз и открылись. Тоже школа наша открылась и конференция «Непознанная» открылась. Мы как-то вот вместе рядом шли. Но до этого, в 2017 году, мы с Денисом Овсянниковым и с Еленой Королевой слетали на Мачу-Пикчу. То есть в Перу мы слетали. И там очень много у нас распаковалось таких интересных знаний, которые как раз и называются технологии. Что для меня было интересно? Я-то думала, что технологии – это вот компьютеры, это вот этот звук, камеры, там что-то такое. А оказывается, технологии – это все на Земле. И мы с вами тоже технологии. Все. Момент мышления, момент динамики тела – это все технологии. Просто мы к этому привыкли. И поэтому сейчас вот во всех направлениях я немножечко поговорю. Итак, если говорить про начальные технологии, они нам заложены в разных умных книжках. Все начиналось в свое время с книги Тота, где рассказывались просто правила жизни на планете Земля. Это было очень интересно. Когда мы были в Египте, мы не были со стороны Гизы, со стороны Каира, мы были с другой стороны. Вот в Карнаке я была просто потрясена, насколько там очень мощно вот эти правила. Они не просто ассимилировались, их там читать можно. Не только по этим всем вылитым колоннам, а еще и по всем элементам, которые там прописаны, прорисованы даже в геометрии вот этих вот уникальных строений. Там везде эти самые технологии. Когда я начала туда спрашивать, я уже рассказала, как у меня приходят знания, поэтому когда начала спрашивать, мне сказали, что практически 90% технологий, они пришли к нам из других миров. И только 10% именно земных технологий. И одна из мощнейших земных технологий — это фундамент. Вот как они там рассказывают, ни у одного разумного существа на других планетах нет этого самого фундамента. У них немного другая гравитация, у них немного другой воздух. У нас утяжеленная вся эта система. Я не физик, поэтому этого объяснить не могу, но точно знаю, что физики уже это все раскрыли. Но побежали по самим слайдам. Итак, будем говорить, в стародавние времена, еще до того, как Земля была у нас проявлена в том варианте, в котором мы сейчас ее видим, была проявлена она сначала водами, морями, морскими людьми и так далее. И вот благодаря этому сначала хотели у нас устроить на нашей планете такую водное пространство, водную землю. Потом поняли, что это обедняет то, что можно тут создать. Точнее, просто обедняет. И вот начали давать разным народам, жившим на планете, как они там рассказывают. Я не знаю, насколько это точно, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Сразу говорю о том, как они говорят, что практически первые люди появились у нас тут в яйцах. То есть яйцеподобные роботы были отправлены на нашу планету. Опять же, возможно, фантастика для кого-то прозвучит. И у нас таким образом появились эти земляне. Следовательно, дальше мы идем к шумерам. Шумеры тоже придуманная такая история, потому что была другая, более развитая, более мощная цивилизация, которая у нас прописана в разных, опять же, книгах, начиная от Библии, точнее, заканчивая Библией. То, что были ранние, еще ранние книжки. И если смотреть вот на эту картинку, то мы тут можем увидеть совершенное строение нашей галактики. С левой стороны от, точнее, да, с правой стороны от царя, между двумя его помощниками, там есть у нас галактика. Там прописано Солнце и прописаны все планеты, включая Землю и Луну, и включая Плутон, который не знали. Не знали о том, что он существовал, потому что его позже раскрыли. Если говорить дальше, а вот теперь давайте посмотрим вот на такую картиночку. Это у нас с вами храм Августа и Ливии во Франции. Они его так назвали. На самом деле это несколько иной собор, который датируется первым веком. На самом деле это гораздо раньше. Могу раскрыть секрет. Наш с вами драгоценный Исакий, он является практически близнецом вот этого собора. Его просто слегка перестроили. И теперь, если мы посмотрим внимательно вот на эту картиночку, мы с вами увидим такие очень интересные, цельнолитое строительство. Опять же, зачем нам эти технологии? Я вот привыкла в школе и вообще в последнее время, с того времени, как начала слышать, я привыкла задавать вопрос, зачем? Зачем вы нам это дали? Зачем это нам надо? Они говорят о том, что вот эти вот импульсные технологии, они повторяются каждые 50 лет. То есть каждые 50 лет мы выпадаем, 50-100 лет мы выпадаем в технологически высокий уровень, максимально высокий. Потом нас обрушивает до уровня практически полупервобытных людей. И мы снова поднимаемся, карабкаемся. Вот сейчас у нас как раз такой период. Если мы посмотрим на эти колонны, то мы с вами увидим цельнолитое строительство, которое сейчас используется повсеместно по всему миру. И оно очень сильно известно. И поэтому вот эти технологии, я так думаю, нам нужны не только для красоты, а для того, чтобы мы сохраняли наши хрупкие тела. И плюс ко всему развивали наши мыслительные процессы и наше взаимодействие с миром. Следующий момент, тут вот как раз наша поездка с Денисом Овсянниковым и с Еленой Королевой в Перу. Тут просто билетики на разные-разные. Я сейчас не буду название называть, где мы были. Просто расскажу то, что услышалось. Но на самом деле там очень трудно слышать чуть позже. Вот, например, вот вы на этих картинках, казалось бы, глыбы какие-то валяются и все, и ничего такого нет особенного. Но на самом деле, если вы посмотрите на левую картиночку, то вы увидите такие круглые отвалы. Вот таких отвалов очень много в Сибири, на Дальнем Востоке. Они есть засыпанные вообще практически по всему миру. Если мы с вами посмотрим, мы везде это найдем. Просто на этих отвалах раньше были такие тоже элементы, которые очень похожи на Мачу-Пикчу или другие строения, которые остались под землей. Но там шахты, очень мощные, интересные шахты, где тоже есть определенные технологии. Если вы посмотрите, вот там слева в уголочке видите квадратик, да? Вот в этом, это квадратные такие очень интересные технологичные, технологичные, точнее, особенности, которые есть повсюду. И для того, чтобы их сделать, нужны определенного типа инструменты. Это мы тоже понимаем. Поэтому эти технологии, опять же, зачем? Для того, чтобы мы развивались. Мы прошли несколько столетий, и, пожалуйста, мы снова возвращаемся к этим технологиям. Сейчас те ученые, которые ездят, они уже понимают, каким лазером это нужно делать. То есть, опять возврат идет с технологий. Опять же, нужны. Если смотреть вот на ту картиночку слева, там сидит как раз Денис с Еленой. И мы с вами видим не просто камни, груда камней, это оплавленные камни при помощи определенной технологии, которая, опять же, сейчас у нас уже в оружии используется. В мирных целях пока не используется, в оружии используется. И нам уже показали, как это работает, когда солнце пек, взрывается. И мы видим, что земля начинает изнутри загораться и выделять такие капли земли. Поэтому тоже очень интересная технология. Если при помощи ее, например, осваивать определенные процессы, связанные с образованием определенных элементов химических в земле, то мы можем очень много таким образом получить этих элементов из земли для того, чтобы развивать другие технологии. Бегу дальше. Уникальное выращивание растений. Как ни странно, это все нам дано оттуда. У нас на земле было четыре растения. Четыре, как они рассказывают. И опять же, не могу подтвердить, опровергнуть. Они говорят о том, что у нас была вот эта зеленая трава, которая повсеместно растет. У нас были дубы, всегда были дубы. Поэтому они сакральные всегда. И у нас было еще пара кустарников. Остальное все нам принесли, внесли. А дуванчики и те нам внесли, они так рассказывают. Но для того, чтобы людей научить определенным... Потому что людей отправляли на землю специально. Чистый лист такой, который не имеет, будем говорить, куда можно положить информацию. Мы с вами такими рождаемся. Она специально стирают нам. Потом мы постепенно раскрываем этот чистый лист. Далее у них была очень интересная пластилиновая технология. Вот сейчас мы этого не умеем. Но нам это нужно. Нам это нужно для того, чтобы мы могли размягчать определенную любую, причем структуру. И сейчас уже появилась. Но у нас появилась сейчас капельная технология. Но она была раньше при помощи рук и при помощи определенной силы мысли. И опять же не могу подтвердить, хотя очень хочется какие-то более, будем говорить, такие проявленные вещи рассказать. Но сейчас немножко еще вернусь дальше. В картиночке сначала посмотрим. Следующий момент. Вот посмотрите, совершенный срез. Тогда в допотопную эру, когда ни нас, ни наших родителей, ни наших предков еще не было. Опять же, вот эти технологии, будем говорить, зачем? Они нам нужны для того, чтобы мы строили очень удачные, очень замечательные, четкие здания. Посмотрите, там дальше за параллельно стоящей колонной, хотя она должна лежать, по идее. Посмотрите, там другое строительство. Мы видим, насколько падают технологии, когда происходит перемена. Перемена это 50-летняя, 100-летняя, иногда тысячелетняя бывает перемена. Но опять же, хронология тоже очень интересно работает. Так, далее, вот когда я стояла под этой стеной, я подумала, думаю, надо вот эту фотографию выставить куда-то и сказать, что я, например, стою под стеной где-нибудь Кремля, либо еще где-то. И мне бы поверили. Но это было сделано слишком давно. Опять же, в допотопные времена. И архитектура других рас. Сейчас, вот посмотрите внимательно, если посмотрите, там нет фундамента. Вот фундамента, по сути, нет. Они просто делают такую, как бы обрешетку, да, и насыпают землю, либо ставят прямо на землю. У них там, если тут посмотрим, тут тоже с точки зрения людей фундамента нет. Если говорить про архитектуру, вот она там вся такая, очень уникально подстроенные камни друг по другу, причем иногда в таких срезах, посмотрите, и так плотно стоят, и они выдерживают любое землетрясение, находясь вот в таком варианте. Да, что-то новое крошится. Но они ставили, если посмотреть внизу, мы увидим с вами скалу, вот прямо на скалу поставлено, и все, и навечно. То же самое, древняя дрель, была дрель, вот сейчас у нас тоже появляются лазерные дрели, они, я так думаю, что нам тоже очень сильно нужны. Вот тут же мы смотрим пластилиновую кладку, которая на самом деле является цельно литым строительством. Вот зачем это нам? Для того, чтобы мы могли жить в таких домах, которые не дадут разрушаться, и мы с вами будем совершенно замечательно себя чувствовать. Но если посмотреть вот на следующую картинку, мы увидим с вами три совершенно разных расы, которые пользовались разными инструментами и разными возможностями. То есть то, что с маленькими, это уже маленькие люди и маленькие возможности, да, с левой стороны, так, с правой стороны от меня, да, с правой стороны. А если мы посмотрим большие обработанные камни, есть обработанные, есть просто поставленные глэбы, тоже очень интересная технология, которая нам сейчас пригождается. Теперь гора Виану-Пикчу, мы на нее очень долго забирались, но местные люди ее видят вот в таком виде, именно, что это такой великан, который обнимает, который влюбленно смотрит на людей, которые молятся за них постоянно. Когда мы зашли на эту самую Мачу-Пикчу, мы были удивлены, по крайней мере, я была удивлена тем, что у нас на этой самой Мачу-Пикчу абсолютная тишина с точки зрения, вот я не видела ни одного эзотерика, который оттуда пришел и сказал, что там шумно. Там не осталось никого. Обычно, когда бываешь в каких-то местах, обязательно какие-то голоса есть, либо кто-то есть, кто разговаривает. Там тишина, спокойствие полное, кроме туристов, никого нет. Вот это интересно. И технология вырезания камня, пожалуйста, тоже из тех же мест. Нам тоже сейчас очень нужна эта технология, но у нас нет таких технологических на данный момент времени машин, связанных с тем, чтобы они снимали гравитацию под собой, и в то же время лазером резали эти скалы, то, что было ранее. Эта технология сейчас разрабатывается, я даже знаю специалистов, которые занимаются этой технологией. Они ездят по всему миру. Такие срезы есть не только в Перу, не только в Южной Америке. Такие срезы есть и в Индии, и в Кордильерах находили их, и на Урале у нас. И много-много таких вот интересных технологических моментов. Далее, селекция растений. Вот если взять всю кукурузу, утверждают, что она не наша. Утверждают, что она нам дана с неба. И на самом деле есть два очень сильно крахмалистых продукта. Это кукуруза и картофель. То и другое, те самые технологии, которые прижились на земле и стали при помощи людей и природы увеличиваться не просто в объемах, а еще в варианте, будем вкусовых качеств говорить, и других разных вариантов. Но крахмалистых вещей на земле не предназначалось для еды человеку. Поэтому мы не все с вами можем переваривать этот самый крахмал. Поэтому многие люди, кушающие, например, крахмал, они начинают увеличиваться, либо уменьшаться. Два варианта разных. Опять же, технологический процесс. Следующий момент. Метеориты разного типа. Метеориты обязательно падают на землю. Я всегда думала, что это просто какие-то камни. Ничего подобного. У каждого метеорита есть определенная задача. И там, где падает метеорит, люди становятся более технологично подкованы. То есть он несет, кроме всего прочего, информацию. Я специально ходила в музей. И после того, как я приводила туда людей, прямо тех, которые вообще, атеисты, вообще ни во что не верят. Абсолютно ни во что. Они даже не хотят в это верить. Но, приводя их туда, у них просыпались какие-то мощнейшие таланты. Сделав, приведя таких 5000 человек, я специально считала, у меня списочек есть. Я все время экспериментирую. И вот, приведя 5000 человек, я пришла к выводу, что все же они действуют каким-то распаковочным материалом. Поэтому, если вдруг вы однажды заведете себе метеоритный камушек, готовьтесь к чудесам. Вот так говорят, небеса. Посуда тоже к нам пришла оттуда. Потому что посуда как искусство, посуда как просто некая чашка, из которой кушать, это земное. А посуда как искусство, оно уже прибыло оттуда. Далее история Земли. Вот посмотрите, вот этот инопланетянин, они утверждают, что он был в некой капсуле. И она очень похожа на яйцо как раз. Самый настоящий, это вот реальные фотографии, которые мы делали. И он с длинной головой. По поводу пальчиков, не знаю, не посчитали мы пальчики. Но то, что вот в яйце, я получила, по крайней мере, хоть какое-то подтверждение того, что это в яйце находится. То, что в яйце нас могли вполне отправить. Потому что вот это вот, это не утроба матушкина, извините, пожалуйста. Это именно яйцо твердое. Так, бежим дальше. Следующий момент, посмотрите, медицина, хирургия. Она была на каком-то феноменально мощнейшем уровне. Если говорить вот об этом кадре, то тут мы с вами видим не просто дырку в голове, да. Мы видим как раз технологический процесс вот этого оперативного вмешательства на головном мозге. Я все думала, для чего вот этот шестигранный предмет, да, черный, такой весь. А просто они ложили его сверху, это метеоритный камень. Сверху ложили его, и у человека происходило обезболивание. Каким образом, объяснить не могу, потому что не знаю. Нужно самой пройти этот путь, но не хочется, чтобы голову пробивали. Вот так вот. Но они говорят, что это висело в двух-трех сантиметрах от черепа. И происходили вот какие-то, можно было делать технологические моменты, можно было работать с этим самым мозгом, не нарушая определенных мозговых элементов деятельности. Следующий момент, вот посмотрите, медицина. Вот это уникальное заращивание кости. Посмотрите, вот так с левой стороны делают наша современная медицина. А вот следующий кадрик, вот так вот полностью заращивают кость, костью. Заращивали вот наши давние-давние предки, тоже вот эти самые инопланетные технологии. Зачем они нам нужны? Да для того, чтобы у нас не было, опять же, чтобы мы жили дольше. Правильно? Вот. А совсем с левой стороны у нас с вами тот самый череп пробит из двух сторон. Вот. Бегу дальше. Следующий момент, как у них выглядели боги. Боги у них всегда просили жертв. Поэтому любой бог, он обязательно со срубленной головой кого-то другого. Но при этом существовали определенные элементы, очень любопытные, что боги впереди, а люди за ними. И они все время разговаривают, то есть они получают информацию от бога и за ними разговаривают. Вы можете увидеть на левой картинке как раз, что люди вроде как друг с другом разговаривают непонятно о чем, но они находятся за богами, так же, как мы с вами, по большому счету. То есть вот это такая проводимость, некий канал бог, и люди разговаривают, могут найти взаимодействие определенного типа. Я спешу, потому что надо быстрее. Потом дальше. Полезное творчество. У нас вот мужчины тут вяжут. Ездили там, женщины вяжут, мужчины вяжут. Они все там на таком творчестве. Они все очень яркие. Очень яркие. И вот сейчас посмотрите на Дениса. И рядом с ним стоит вот эта барышня прекрасная. Она на самом деле там, у нее веретенышка, и она там постоянно, они прям ходят с этими веретенышками с самого детства. Они очень яркие. Мы с вами более, будем говорить, более современенные, но первоначально делали все людям для того, чтобы они развивали творчество. Когда ты яркий, у тебя творчество развивается. Когда ты не очень яркий, у тебя происходит такой другой мыслительный процесс, и ты выходишь в состояние такого человека, у которого работает в большей степени логика, анализ. Чем ярче, тем больше. Даже на этих работах посмотрите. На самом деле они такие глубинные, но при этом яркие. Особенно там. Бежим дальше. Да, разница восприятия, разница мышления. Но Земля так устроена, что она является большой, огромной библиотекой. И как мы понимаем, в каждой библиотеке есть своя полка. И есть полка для творчества, и есть полка для математики. И это все тоже, опять же, нам нужны эти технологии. Дальше у меня была встреча, когда я отбилась от коллектива, убежала в определенное место, и вот мне попался вот такой инка. Самое потрясающее, что меня очень сильно удивило, я разговаривала на русском языке, он разговаривал на своем языке. На ломаном английском, ни то, ни другое я не знаю. Но мы с ним понимали друг друга с полуслова. Сразу. Я говорю ему на русском, он говорит на своем, и мы понимаем друг друга. То есть это тоже определенная технология, которые, когда люди собираются в нужное время, в нужном месте, они обязательно будут чувствовать и понимать друг друга. У вас тоже у всех это было обязательно в жизни, когда вы встречаете какого-то пришельца, простите, пожалуйста, потому что для нас любой человек, владеющий иностранным языком, это пришелец по сути своей. И вот общаясь с этим пришельцем, ты находишься в состоянии вот этого взаимодействия интересного. Поэтому вот я у него приобрела инопланетянина за 10 долларов, а потом уже думала, думаю, надо книжку написать. Инопланетянин, а пришелец за 10 долларов, смешно, наверное, было бы. Но тоже очень-очень интересно. Это вот нам тоже очень сильно нужна, правильно? Но это тоже инопланетная история, потому что для Земли выделено три языка. Санскрит, выделен язык старорусский и какой-то там старогерманский язык. Я не очень в них, как бы, я их еще не изучала, но бежим дальше. И сейчас вот такой момент, смотрите, очень интересно. С вашей точки зрения, что делает этот человек на кадре? Почему он так стоит? Что он там делает? Есть версии? Молится. Все думают, что молится? Еще какие есть? Общается очень хорошо. Еще какие версии есть? Да, это молится, с богами связаться. Силу набирает, правильно, правильно. Абсолютно верно. То есть мы с вами, нам тоже нужны вот эти вот давние технологии для того, чтобы мы каждый раз набирали энергию, набирали силу. Не просто так. Когда, например, Денис ездил к дольменам, они там тоже не просто общались, а еще набирали силы. И это самое важное, что мы можем получить от, например, от разного типа вот этих оставшихся элементов, потому что они все не просто фонят, они выдают определенного типа энергетические моменты, связанные с тем, что мы можем вернуться в то время и получить ту информацию. И, возможно, кто-то из вас тут сидящих может получить от какого-то мегалита или просто от чего-то еще совершенно уникальное знание, и вы сами не будете понимать, что это оттуда получено, но при этом распакуете его. И распакуете в полной мере, в полном соответствии с вашей программой, которая заложена при рождении, что называется. А сейчас немножко еще чуть-чуть по поводу вот разных моментов. Вообще у нас все технологии, они внедряются несколькими элементами. Они внедряются знаниями, открытиями, озарениями, с нами, с нами и опознаниями. Все, других вариантов просто нет. И вот если брать, например, про открытие озарения, мы прекрасно знаем с вами того же Ломоносова, который какое-то сумасшедшее количество технологий забрал непонятно откуда. Откуда он мог понять, как делать эту мозаику? Он ее сделал, он не учился ни у кого. Откуда он знал вот эти химические, физические законы? Откуда он знал про стихосложение? И самое потрясающее вот эти технологии, они заложены в каждом человеке. Не в каждом втором, не в каждом десятом. В каждом абсолютно. Но самое главное, у нас есть распределение на Земле. То есть должно быть, например, на это столетие должно быть, предположим, там 50 тысяч врачей, там 100 тысяч дворников, вот 100 тысяч эзотериков, например. И вот такое-то количество. И у каждого самое главное будет свое направление. И эти направления, они считаются технологическими. Не просто направлениями, а именно технологическими. Все, что мы несем в мир, вот это, например, четкие технологии. Четко построенные технологии по математическому образу. И если брать человека, то это тоже сплошная математика, сплошной сопромат. То есть мы все состоим из технологий. Поэтому зачем? Затем, чтобы мы жили радостно, счастливо, чтобы мы понимали друг друга, чтобы мы постарались сделать все, чтобы улучшить жизнь на этой планете и стать самой лучшей библиотекой Вселенной. Вот только за этим. На этом я ставлю точку. Вопрос следующий. Вот те места, в которых ты была лично, в которых ты посещала в каком-то другом варианте, я предполагаю, астральные путешествия, регрессионные техники. Куда путь держите, Елена Ворнова? Сейчас над чем вы работаете? Потому что 9 изданных книг уже, соответственно, много материала. Сейчас дописываю 4 тома. Книжки «Разумная вселенная», «Многомерность», «Разумная вселенная», «Земля во вселенной», «Разумная вселенная», «Послание землянам» и еще одна книжка, пока про нее говорить не буду. 4 работы и плюс ежедневник «Ангел». Я знаю, что у тебя действительно такая плотная установка в плане информационная, диагностическая, исследовательская, уже много прилагательных. Все-таки, что сейчас важно? Сейчас важны вот эти технологии, что они просто как бы есть, и мы их можем воспользоваться ими? Или все-таки важно их разумно применять? Где вот та грань или разумность? Очень важно разумно применять в абсолютном праве Денис, потому что мы сейчас находимся на грани, когда мы можем превратить нашу планету в Красный Марс. То есть мы можем разбубенить ион на две части нашу планету. Но нам очень повезло, потому что в данный момент времени есть достаточно разумные люди, которые сдерживают этот процесс. И пока они сдерживают, и пока мы с вами хотим, хотим, чтобы эта планета жила и хотим жить, до тех пор мы будем получать эту жизненную энергию и будем в ней технологически проявляться. Отлично. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!